Наверное, нет в областном центре автолюбителя, который не заметил бы изменений, происходящих в самом сердце Бреста. Здесь возводят новый путепровод. И совсем недавно, в начале сентября, водители смогли проверить прочность и гладкость дорожного полотна на одной из его частей. Сегодня здесь готовят тротуар для пешеходов и велодорожки. Когда весь пешехода и автомобиль и поток будет перенесен на новую сторону, дорожные строители приступят ко второй части Кобринского моста. Организационные вопросы, связанные с организацией работ, поставкой материала, решались достаточно оперативно. И это позволило нам сократить срок строительства по отношению к нашему графику на два месяца раньше. 1 сентября мы открыли движение. С чем это было связано? Прежде всего, чтобы мы могли как можно быстрее приступить ко второй части путепровода, который будет построен на месте существующего. Он будет точно такой же, как и новый путепровод. И сроки, и задача наша стоит, чтобы в июне месяца 2019 года уже было полноценное движение по двум путепроводам и, в принципе, завершение работ по объекту в целом. Работы на Кобринском путепроводе идут не просто в срок, а с опережением. Но и на этом делают особый акцент строители. Происходит это не в ущерб качеству, исключительно за счет грамотной организации работы. Если такой темп сохранится, то уже летом 2019-го здесь будет стоять новый красавец-мост. Вторая большая стройка – западный обход. Ежедневно над его созданием трудится порядка 370 человек и десятки единиц техники. Масштаб неудивителен, объект эксклюзивен не только для города и области, но и для всей страны. Сегодня тут работает своебойное оборудование. Это улица лейтенанта Рябцева, это улица Поплавского, это улица Брестских дивизий. Сегодня здесь начинается засыпка грунта на улице Брестских дивизий между подпорными стенками к заезду на мост. С левой стороны от нас. Сегодня ведется подсыпка по улице Рябцева, чтобы был заезд на мост. Сегодня монтируется, вот вы видите за мной балки Журавлева, монолитца, это улица Брестских дивизий. Сегодня выставляется полукольцо, это на стыке улиц Рябцева и Брестских дивизий. Любые строительные работы – это всегда определенные неудобства, особенно в разгар их проведения. Но к чести брестских автолюбителей, большинство готовы мириться с временными трудностями на дороге. Прекрасно понимая, с введением в строй масштабных объектов дорожное движение в Бресте перейдет на качественно новый уровень.